Вейкап, с вами Вова Кэс. Совместный трек с Лавой Мерлоу и Литл Биг захейтили. Инстасамка страдает от последствий увеличения жопы. Неужели Даша Каплан сделает операцию ради похудения? И кто же набрал 100 миллионов подписчиков в ТикТоке? Чтобы быть в курсе интереснейших новостей, подписывайтесь и жмите колокольчики обязательно. Без исключения все. Вступайте в нашу банду. Нереальный вайб и чил только на моем канале. И многие из вас это знают. Под предыдущим роликом набрали 12к лайков. В этот раз давайте соберем 13 тысяч лайков в обязательном порядке. Жми и погнали. ТикТокер Лера Изумруд впервые показала лицо своего ребенка. Леру постоянно обвиняли в хайпе. Говорили, что она скрывает лицо сына, потому что это кукла. Лера, если бы у тебя был бы ребенок, то ты бы его показала. Получается, это просто кукла. Ребята, я понимаю, что всегда найдутся люди, которые будут такое писать. Но слава богу, что есть много добрых и адекватных людей, которые верят мне. Людей, которые пишут такую неадекватную чушь. Просто вот в моем директе я их буду блокировать. После того, как девушка все же показала ребенка, некоторые пишут, что это не ее ребенок, а чужой, которого она просто взяла для фотосессии. Что думаете, хейтеры с ума сходят или что-то в этом есть? Сейчас же блогеры ради хайпа готовы на многое. Но я надеюсь, эта девочка не такая. Второй человек в истории тиктока набрал 100 миллионов подписчиков. Им стал итальянский тиктокер Хаби Лэйм. Он покорил всех шуточными разоблачениями тупых лайфхаков. Видео Хаби набирают десятки, а то и сотни миллионов просмотров. И судя по активу, скоро он догонит и обгонит самого популярного в тиктоке человечка Чарли Дамелио. Некоторые говорят, зачем вы на него подписываетесь и всякое такое. Типа ничего он особого не делает. Но это же тикток. А что там можно делать особого? Поэтому я, когда попадаю на его ролики, просто угораю. Ну, его мимика, вот эти эмоции. Слава, Мерлоу и Литл Биг выпустили совместный трек на рэйве. Ребята, мы делаем песню, вы делаете хит. Давайте вместе мы сможем покорить чарты. Несмотря на лояльность и добродушие фанатов этих артистов, трек очень сильно захейтили. Славе пишут, что это полный провал. А Ильичу и Соня советуют вернуть старый драйвовый стиль. И прекратить делать попсовые коммерческие песенки. А тебе как зашло? От Славы Мерлоу я лучшего трека никогда в жизни не слышал. Ну, а от Литл Биг слушал подобное и не раз. Операция инстасамки по увеличению задницы не прошла бесследно, к сожалению. Кто не в курсе, Дашке перекачали собственный ее жир в ее же ягодицы. Для этого она поправилась на целых 10 килограмм. Очень жаль, что Дашка не обратилась ко мне за помощью. Я бы ей подарил 10 килограмм жира. Теперь же Даша столкнулась с тем, что ей очень сложно похудеть. Так как до операции она ела все, что хотела. Но сейчас она от всего набирает лишний вес. Многие пишут, что самочка просто испортила себе обмен веществ. Создала организму огромнейший стресс этой операции. И все это ради большой жопы. А вы как считаете, оно того стоило по итогу? А вот Даша Каплан признала, что для нее единственный способ похудеть это резекция желудка. Это когда удаляют часть желудка и он становится очень маленьким. Человек просто не может много съесть и худеет. В комментариях некоторые просто в шоке пишут, что такую тяжелую операцию делают людям с критически большим весом. Более того, Даша неоднократно говорила, что вес ее увеличивается от сбоя гормонов. А в таком случае удаление части желудка здесь вряд ли поможет. Даше предложили меньше жрать и пить энергетиков. А также заняться спортом. Кликаем сюда, смотрим предыдущий выпуск. Интереснейшие новости тебя ждут. Чтобы становиться умнее, нужно подписываться на этот прекрасный канал и жать колокольчик. Ставьте лайки. 13 тысяч лайков соберем, я буду доволен. Не соберем, хуй с ним. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok